...на популярном сайте, и вас выработали лояльность, вы приходите только туда, покупаете ботинки или там любые вещи или товары именно там и больше нигде. Вот сами мошенники, анализируя сеть, понимают, что есть такой-то сайт, они его ломают и подставляют аналогичный, такой же полностью, полная копия, но данные переходят собственно к ним по данному. Это очень сложно, это почти невозможно, но есть умные головы, которые умеют, допустим, подламывать страницу платежа и подставлять собственно свою страницу. Тем самым, когда человек, понимая, что этот сайт, которому можно доверять, приходит и вводит необходимые данные банковских карточек, а это то же самое, что вы мне сейчас отдадите, ну ладно, если бы я в маске был, то, наверное, пример был бы хороший, я бы подошел к каждому из вас, взял бы ваш кошелек и ушел, и вы бы мне его отдали. Вот ситуация аналогичная, вы вводите данные банковских карточек прямо на странице этого сайта и мошенники их собирают. Это фишинг, так называемый, то есть подмена самого сайта. Второе, это у нас страна, я извиняюсь за выражение, но непуганных идиотов по причине того, что всех предупреждают, не надо никому отдавать ключи от своей квартиры, ну абстрактно. Так вот, люди берут и отдают данные от своего электронного счета, будь то там интернет-платежная система или же банковские карточки. В большинстве случаев сейчас это банковские карты по причине того, что они более востребованы у населения и рост эквализации этого продукта, она показательна и значительна. Так вот, приходит смс, вот все мы видим какая, человек звонит и отдает все данные платежные, которые мошенник использует для последующих платежей. Третье, это почта. На почту, как и на смс-ку, то есть на телефон, приходит сообщение, говорящее о том, что вам необходимо сменить пароль своего аккаунта. Человек кликает в ссылку, указанную ему на почте, но при этом не смотрит, что скрыто за этой ссылкой. Можно написать 3w.yandex.ru, то есть технологии позволяют это сделать. При этом зашить в эту ссылку не сайт Яндекса, а сайт какого-то другого продукта, который, то есть будьте внимательны при платежах, это основные такие тезисы. Но, переходя дальше, данные-то мы собрали, но как мужчины любят девушек, девочки любят мужчин, то есть, конечно, исключения, но все-таки, так и вошенники любят натуру, они любят собственно наличку по причине того, что ее можно потратить при том случае, что их не поймают, это основная задача. И переходя от натуру к тому, как это сделать, есть следующий технология. Обладая информацией о банковской карточке, человек, то есть мошенник, кидает деньги, допустим, через оператора связи на его счет и впоследствии выводит в сторону третьих лиц. А на данный момент Мегафон, МТС, Билайн предоставляют возможность пополнения чужих аккаунтов, то есть аккаунтов третьих сторонних организаций, будь это интернет-провайдер платежи или это какие-то платежи за любые сервисы, налоги, страхование и так далее, их огромное количество. И вывод возможен через оператора связи. Так вот, ввод денег осуществляется в сторону оператора связи с банковской карточки. И впоследствии также выводится, допустим, через интернет-платежные системы. И получается, как получается, я вам не буду говорить. Можно? Вы мне позволите. Хорошо? Так вот, это возможно. Раз. Второе. Покупается какая-то игра. World of Tanks – это плохой пример, потому что не все хорошо. Мы с ними работаем по одному из проектов и не очень показать удачный пример. Но, в целом, игрушки – это тоже метод вывода. То есть, сам мошенник покупает какой-то аккаунт себе, раскачивает его и впоследствии продает за наличку. То есть, это практикуется. Дети покупают, платят деньги без проблем совершенно. Третий вариант – это, опять же, разрыв вывода из безнала с потерей, с уничтожением истории денег до вывода его в наличку. Третий – это Форексы. К примеру, есть на данный момент такие направления, как заработки в интернете различные. Вы ввели деньги, к примеру, посредством банковской карточки, а вывели ее посредством другой, иной платежной системы, сделав как раз вот этот разрыв. И впоследствии вы выведете денежные средства. Второе – это мошенничество. Это, собственно, когда вы реализуете продажу товаров или услуг через свой сайт, через… Понимаете, что вы внимательно относитесь к адресу доставки вашего заказчика. То есть, я, как клиент, пришел к вам, сделал заказ и сказал, что «отдайте мне ваш товар на углу 17-16 улицы, я буду в черной кепке с газетой в руке». Курьер приезжает, отдает, кому он отдал, за что он отдал, у вас нет даже привязки никакой. Так вот, в этих ситуациях, когда физический товар отдается неизвестно кому и без привязки к адресу, вам труднее впоследствии будет найти этого мошенника. Так же, как и отдел К, который занимается расследованием мошенничества. Так вот, это очень важный момент. В интернет-магазине мошенник покупает банковские карточки, ой, пардон, покупает товар. Далее производит платеж с банковской карточки предварительно на досках объявления, разместив аналогичный товар, но за продажу его за наличку. И после этого он, получив заказ на сайте, на доске объявления, выкупает товар любой, который он до этого прорекламировал, и доставкой осуществляет за наличку, собственно, забор наличных денежных средств себе. Это мошенничество, которое вам необходимо предусматривать, и еще раз говорю, будьте внимательны к адресам доставки. Третье – это некий friendly фронт, при котором фронт – это мошенничество. Я со своей стороны делаю заказ товара и услуги на вашем сайте. И потом, когда вы мне, допустим, доставляете ту или иную услугу или тот или иной товар, я прихожу обратно в свой банк, пишу заявление и говорю, я не получил услугу или не получил товар. И банк делает запрос через международные платежные системы к вам в интернет-магазин, и вы должны, как это называется, доказать то, что вы предоставили товар или услуги этому человеку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...